SpaceX впервые испытала все 6 двигателей на прототипе Starship SN20, а также представила второе поколение спутниковой антенны Starling. Tesla Supercharger преодолела рубеж в 30 тысяч станций. Эти и другие темы прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Илон Маск в своем твиттере сообщил, что впервые все 6 двигателей на прототипе корабля Starship SN20 испытаны зажиганием. Ранее прототип корабля по отдельности проходил статические огненные тесты для отдельных атмосферных и вакуумных двигателей Raptor. SN20 готовится к первому орбитальному полету, в рамках которого он должен выйти в космос. Для этого на нем установлены 3 атмосферных двигателя и 3 для работы в условиях вакуума. Успешное зажигание всех 6 двигателей на прототипе приближает момент прыжка на орбиту. В то же время компания еще не испытывала прототип ускорителя Super Heavy B4. Без этого разгонного блока с десятком других двигателей выход в космос будет невозможен. В завершенном виде на ускоритель будут устанавливаться 29 Raptor. Но о количестве двигателей на Super Heavy пока не сообщается. В то же время компания представила второе поколение спутниковой антенны Starlink прямоугольной формы и в полтора раза легче оригинальной. Размеры обновленной антенны составляют 50 на 30 сантиметров. Попутно SpaceX слегка обновила ножки подставки и сократила массу антенны в полтора раза. В итоге она составляет 4,2 килограмма. Также SpaceX оптимизировала стандартный комплект поставки потребительского терминала Starlink. Теперь в комплект поставки входит двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi. Правда в нем отсутствует встроенный порт Ethernet. Адаптер придется покупать отдельно. Стоимость комплекта осталась прежняя 499 баксов. Также изменения не коснулись и абонентской платы. Она составляет 99 долларов в месяц. В октябре глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования. Услугой уже пользуется больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. В сети Starlink скорость варьируется в пределах от 100 до 400 мегабит в секунду. В отдельной перспективе SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 гигабит в секунду. Фирменная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger отметилась важным достижением. Число точек подключения превысило 30 тысяч штук. Первая станция была открыта в далеком 2012 году. А сейчас Tesla активно инвестирует в расширение фирменной сети, которая является крупнейшей в мире. Собственно, рубеж в 20 тысяч сеть прошла ровно год назад. То есть за год Tesla добавила еще 10 тысяч новых Supercharger. Треть от общего числа станций, построенных за 9 лет. Компания Gaussin из Франции активно продвигает концепцию транспорта на водородном топливе и разрабатывает различные версии платформ для него. Их последнее детище под названием H2 Racing Truck получилось столь удачным, что его создатели отважились подать заявку на участие в гонках Dakar 2022. Грузовик с водородной силовой установкой должен пройти 12 часов адской гонки по пескам и камням пустыни. Грузовик оснащен двумя электромоторами по 300 киловатт, источником энергии для которых является водородная электроустановка мощностью 380 киловатт. Для надежности в системе есть резервная батарея на 82 киловатта. За одну заправку грузовик берет на борт 80 килограммов сжиженного водорода, чего ему хватает на 250 километров пути с максимальной скоростью 140 километров в час. Это ограничение, обусловленное правилами гонок. Ключевым моментом является скорость заправки транспортного средства. Водородный бак заполняется всего за 20 минут, что крайне важно для гонок. Как антипример, в 2017 году полностью электрический аппарат от Осиона прославился тем, что впервые сумел полностью пройти дистанцию Dakar. Однако занял самое последнее место, набрав множество штрафов. Во многом из-за неприемлемо долгой зарядки своих батарей. В Гауссинг говорят, что учли этот опыт и их грузовик должен показать, что машины на возобновляемых источниках энергии теперь могут помериться на равных с такими монстрами, как 13-литровый дизельный монстр КамАЗ на 1150 лошадиных сил и гибрид Toyota Hino на 1065 лошадиных сил. На платформе IndieGoGo запущен новый проект под названием Уртопия, который представляет собой инновационный электровелосипед. Он специально создан для городской среды, на что указывает название, образованное из слов «Урбан» и «Утопия». Главная особенность – рама велосипеда целиком сделана из карбона, за исключением отдельных деталей. Поэтому вместе с электромотором и батареями он весит всего 13,6 килограмма. На рулевой стойке есть сканер отпечатков пальцев, ЖК-дисплей, системы обратной тактильной связи и фара, которая не слепит других участников движения. Еще здесь есть пара микрофонов с функцией защиты от ветра для приема голосовых команд по управлению умными системами байка. К таковым можно отнести контроль заднего пространства. Радар Гермен Вария Радар миллиметрового диапазона обнаруживает приближение других транспортных средств и сообщает об этом через вибрацию на руле. Мотор на 250 Вт, он питается от батареи на 360 Вт-часов. Дальность пробега на одной зарядке варьируется от 50 до 130 километров, в зависимости от рельефа местности. Максимальная скорость ограничена 25 километрами в час для Европы и 32 километрами в час для США и Канады. Все кабели на байке спрятаны во внутренних полостях. Там же установлены датчик GPS и гироскоп. Первый отслеживает местоположение велосипеда, второй реагирует на начало движения и подает сигнал тревоги, если кто-то пытается угнать уртопия. На период сбора средств для стартапа цена уртопия определена в 2000 долларов. После поступления в розничную продажу она вырастет вдвое. Обычно, когда речь заходит про мультикоптеры, на ум приходят аппараты с четырьмя и более роторами. Модель V40 не такая. Ради увеличения дальности полета и эффективности применения, китайские инженеры из XAG оставили новой модели коптера всего два винта. Это позволило ему легко выполнять задачи с 16-литровым баком для химикатов и с 25-литровым контейнером с семенами. И при этом он может находиться в воздухе на 20 минут дольше по сравнению с традиционными мультикоптерами. Модуль V40 имеет две складные штанги, на концах которых расположены винты, а снизу сопло раскрывателя. Обычные мультикоптеры способны летать вперед, назад, вправо и влево, меняя распределение тяги между четырьмя и более роторами с фиксированным углом. У V40 всего два ротора, зато есть возможность менять их наклон электронным образом. По словам разработчиков, такая система потребляет намного меньше энергии, чем традиционные мультикоптеры. Хотя компания не представила никаких технических параметров аккумулятора, похожий бикоптер производства Zero Zero Robotics может летать на одном заряде 50 минут, то есть на 20 минут больше стандартного квадрокоптера. Вдобавок, удачное расположение сопел как раз под винтами придаёт дрону большую точность распыления жидкости. Это значит, что меньше химикатов будет потрачено впустую. Пользуясь встроенным модулем GPS и расположенным спереди радаром, дрон составляет карту поля, его границ и географических особенностей. Собранные данные помогают запускать V40 в автономный полёт, но пользователи могут при желании переключать его на ручное управление. На этом будем заканчивать, дорогие друзья. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, проявляйте свою активность в комментариях и не забывайте проходить по ссылкам в описании на все наши полезные проекты. За микрофоном, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok